Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен банкноте 25 рублей 1961 года. Именно эту купюру вы сейчас видите на своих экранах, лицевую и оборотную стороны. Данный номинал довольно-таки крупный. Выше ее в Советском Союзе ходили только 50 рублей и 100 рублей. Это, пожалуй, четверть средней советской зарплаты. И то далеко не каждый советский гражданин получал 100 рублей в месяц. В некоторые периоды средней зарплатой по СССР считалась зарплата в 80 советских рублей. Эта купюра была одна из самых защищенных купюр Советского Союза. Считалось, что подделать ее практически невозможно. И только одному человеку это удалось. Причем изготовил он ее с таким качеством, что даже работники госзнака были крайне удивлены и долго не могли поверить, что подделка изготовлена на территории Советского Союза, а не является диверсией иностранных государств и что ее изготовили не на монетном или банкнотном, вернее, дворе. Эту банкноту подделал Виктор Иванович Баранов, которого после прозвали фальшимонетчиком номер один советской эпохи. Этот человек родился в 1941 году в Ставропольском крае и начал подделывать свои банкноты с 1977 года. Он с детства увлекался коллекционированием банкнот и его очень прельщали царские банкноты, которые были сделаны довольно-таки качественно. Он их с детства крутил в руках и для него это был вызов. Сможет ли он изготовить денежные знаки так же качественно, как их изготавливал государственный банкнотный двор. 25 рублей он выбрал не случайно. Детально изучив эту банкноту, он понял, что она имеет очень много защитных элементов и выбрал он ее для того, чтобы доказать самому себе и даже превзойти монетный двор. В некоторых аспектах ему это удалось. Он не только досконало изучив методы орловской печати, он даже сумел поместить на 1 мм линий больше, чем это сделал госзнак. Этим он даже его превзошел. Но основной проблемой при изготовлении фальшивых денег для него стало изготовление бумаги. Так как клише со всеми его элементами изготовить ему удалось гораздо быстрее и проще. Подделать же бумагу 25-рублевки оказалось очень и очень тяжело. Причиной тому было отсутствие у бараново чистого хлопка. Советская промышленность изготовляла элементы, которые идут на бумагу, только для космонавтов и доступа к нему он не имел. Поэтому изготовить супер качество бумаги у него долгое время не получалось. Баранов же работал обычным водителем и часто возил первых горкомов и крайкомов в Ставропольском крае. Также он нередко видался и с будущим генеральным секретарем Горбачевым, который, как вы помните, тоже начинал свою деятельность в Ставропольском крае. Позже Баранов сделал из своего сарая целую мини-лабораторию, где проводил там все свое свободное время, занимаясь именно разработкой и доводя до совершенства свои купюры. За все время он изготовил фальшивых денег на сумму 33 454 рубля и успел к своему аресту сбыть 23 525 советских рублей. На них он купил себе машину Нива, жене часто покупал ювелирные изделия, делал довольно-таки дорогостоящие подарки родственникам. Но можно так сказать, что его деятельность длилась довольно-таки недолго. В 1977 году он был арестован на рынке города Черкесска при сбытии очередной партии подделок. Он пришел на базар и начал менять свои 25-рублевые банкноты, делая небольшие покупки. Но перед этим оперативники, проанализируя, где появляются, в каких регионах появляются фальшивые денежные знаки, предупреждали, чтобы продавцы были внимательны именно при размене 25-рублевых купюр. И один из продавцов, проявив бдительность, сообщил об этом оперативникам, которые позже и сумели задержать Баранова. Он не стал, он дал себе слово, что если его когда-нибудь поймают, он не будет отпираться, а с гордостью заявить, что да, это тот человек, которого вы так давно ищете, и это тот человек, единственный в мире, который сумел подделать практически одну из самых на то время защищенных банкнот мира. Так он и приобрел свой статус фальшивомонетчика номер один. После суда он был приговорен к 12 годам лишения свободы и осужден в 78-м году, просидел все свои 12 лет, может быть, если бы СССР развалился бы быстрее, то его выпустили бы и раньше, но как раз вышел на свободу он еще в 90-м году, живет сейчас в Ставрополе, но не перестал заниматься изобретением, и сейчас он, конечно, деньги не подделывает, а занимается изготовлением лаков и духов, женских духов. Надеюсь, что вам был интересен наш рассказ. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на новые видеообзоры на канале Мир Коллекционера. До новых встреч!